Звучит музыка Узнаем столько всего интересного, что дух захватывает. И сегодня мы станем чуть ближе к открытию тайн нашей Земли. Посмотрите на доску, ребята. На ней перечислены 12 явлений природы. Вот они. А о каком из них пойдет речь, вы узнаете из загадки. Приказало солнце, стой, семицветный мост крутой. Точка скрыла солнца свет, рухнул мост, и следа нет. Что это, ребята? Вы думаете радуга? А проверить наш ответ мы сможем, обратившись к филворду, в сетке букв найдем слово радуга. Проверим. Радуга горит зеленым цветом. Значит, мы совершенно правы. Ребята, сегодня мы поговорим о таком явлении природы. О радуге. А вы видели когда-нибудь радугу? Где? Ну-ка прислушайтесь. Что это за звук? Представьте, летний солнечный день. Вы играете на улице, как вдруг внезапно набежали тучи. Пошел теплый дождь. Вы разбегаетесь по домам, друзьями. А тучки пробегают по небу все дальше. Дождик прекращается. Снова проглядывают лучи солнца. Вы выбегаете на улицу, а небо украшает удивительно красивая дуга. Радуга. Здесь радуга. Вот так чудо. Скорей посмотрите. Радостно кричите вы. И правда, слово радуга похоже на слово радость. Райская дуга. Называли ее в старину и верили. Она приносит счастье. С тех пор так и зовут радуга. Ребята, а сколько цветов в радуге? В радуге семь основных цветов. Давайте вместе вспомним считалку семи основных цветов радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ребята, но на самом деле радуга состоит из миллиона цветов и оттенков. Включая цвета, которые человеческий глаз увидеть не может. Так откуда же появляется такая красивая разноцветная радуга? Кто ее строит? Сегодня мы с вами узнаем эту тайну природы. Радуга – это солнечный луч. Посмотрите на экран. Солнечный луч, который преломляется в дождевой капле, как в призме, и отражается на противоположной стороне неба. А мы тем временем видим радугу. Радугу мы видим не часто, не после каждого дождика, но иногда бывает чудо. Ребята, а вы когда-нибудь видели две радуги сразу? Представляете, порой можно увидеть и такое явление. Это значит, что луч солнца дважды отражается в каплях воды. Такая радуга, как правило, одна очень яркая, а вторая бреднее. Еще реже можно увидеть сразу четыре и пять радуг. Такое случается только над большими водоемами. Здесь сложное отражение солнечных лучей от воды. А вы знали, ребята, что на самом деле радуга имеет форму круга? Да-да, представьте себе. А вот почему она круглая, мы узнаем у «почемучки». Внимание на экран! Так почему же радуга имеет форму дуги, не, например, форму вертикальной цветной полосы? Не каждый знает, что радуга представляет окружность. Ее центр лежит напрямую, которая проходит от солнца через наблюдателя. Увидеть оптическое явление полностью человеку, стоящему на земле, мешает горизонт. Чем выше наблюдатель будет находиться, тем большая часть окружности будет видна. Поэтому с самолета можно увидеть игру света в полном формате. Ребята, так почему же радуга круглая? Дело в том, что каждая капля дождя – это маленький круглый шарик. Солнечный луч, проходя сквозь этот шарик, просто повторяет его округлую поверхность. И мы видим радугу. Радуга бывает разная. Перевернутая радуга. Огненная радуга. Иногда радугу можно увидеть ночью, когда из-за туч выглядывает луна. В ее тусклых лучах тоже рождается лунная радуга. Она не такая яркая, как солнечная. И самая, по-моему, удивительная – радуга зимой. Очень это странно, необыкновенно. А теперь я предлагаю выполнить упражнение. Оно называется «Какая бывает радуга?». Посмотрите, каждая карточка задания включает в себя фотографию радуги и четыре варианта ответа ее названий. Ваша задача – внимательно рассмотреть фотографию радуги и выбрать правильное название из предложенных вариантов. Будьте внимательны! Итак, смотрим первую карточку. Посмотрите, какая это радуга. Выберите правильный ответ. Вы думаете, двойная? Давайте проверим. Мы совершенно правы. Смайлик нам об этом говорит. Следующее. Посмотрите внимательно. Ну-ка, какая это радуга? Так. Может быть, зимняя? Проверим. Нет, мы ошиблись. Еще раз внимательно посмотрите. Давайте попробуем. Огненная радуга. Проверим. Мы совершенно правы. Следующее. Посмотрите внимательно. и выберите правильный ответ. Зимняя радуга. Проверим. Мы правы. И последняя карточка. Посмотрите на радугу. Вспомните, как она называется. Так. Вы думаете, это перевернутая радуга? Проверим. Мы совершенно правы. Молодцы. Мы справились с заданием. Время переходить в научно-исследовательскую лабораторию. Для первого эксперимента нам понадобится емкость с водой, прозрачный лак для ногтей и кусочек черного картона. Помещаем черный картон в емкость с водой на самое дно. Сверху капаем каплю прозрачного лака. И еще одну. Так. Даем лаку пару минут застыть. А я тем временем покажу эксперимент, который я провела до начала нашего занятия. Готовясь к встрече с вами, я провела эксперимент. Пройдем в лабораторию. Нам понадобится 7 пластмассовых стаканчиков, краситель, желтый, красный и синий, одноразовые полотенца или салфетки. Складываем нашу салфетку в следующем порядке. Для первых трех стаканчиков мы сложили две салфетки. Складываем еще раз салфетку пополам. И помещаем ее в стакан с красным красителем и пустой стаканчик. Таким образом, чтобы один край салфетки касался дна нашего стаканчика с водой и другой помещался в пустой стакан. То же самое проделываем со второй салфеткой. Так все стаканы сплетены салфетками. Данный эксперимент может занимать от одного до нескольких часов. А в нашем случае мы уже идем смотреть результат. Вот такая радуга у нас получилась. А все потому, что вода, впитываясь в салфетки, передвигается по ним по тому пути, какой мы построили, и наполняет пустой стакан. А так как мы добавляли пищевой краситель, посмотрите, оттенки смешались, и мы получили цвета радуги. Если вам было интересно, вы можете провести данный эксперимент дома. А мы возвращаемся к первому эксперименту. Необходимо из емкости достать наш картон так, чтобы прозрачный лак, застывший на воде, остался на картоне. Достаем. Вот такие радужные переливы у нас получаются. Посмотрите, какая радуга у нас получилась. А все потому, что благодаря химическому составу лака он выступает в роли собирателя солнечных лучей. А черный картон помог точно передать все цвета. Вот какая радуга. Молодцы, ребята! Вы справились с заданиями и блеснулись знаниями. А волшебный ключ к учению упорство и терпение. Чтобы все нам не забыть, лучше вспомнить, повторить. Повторение – мать учения. Так что же такое радуга? Это солнечный луч, который преломляется от дождевых каплей, как сквозь призму, и распадается на разноцветные лучики. Какая форма радуги? Радуга имеет форму окружности. А почему? Потому что капелька дождя, круглая и солнечный луч, проходя сквозь каплю, повторяет ее округлую форму. А сколько цветов в радуге? Да, в радуге семь цветов. Мы сейчас их с вами повторим. Внимание на экран! А наш урок подошел к концу, и нам пора прощаться. До свидания!